Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вот приезжает ребенок, наркоман, конопля, хватит, через месяц вообще его заднимут. Вот как это так? Вот спрашивают, как, как? Молитва. Молитва главное. Мы для Бога живем, это коротенькая жизнь, его надо направить к небу, а не здесь оставлять. Если мы будем жить только для этой жизни, у нас ничего не останется, умер, память стерта. А так все вещи, как Христом водят. Для нас Христос умный, я не принадлежу никому, только Богу. Поэтому я слушаю, а что мне Бог скажет? Как поступить? Об этом нам наказывают в том, что жертве говорили вообще, жить для Бога. Сейчас подождите, сейчас подождите. Вот они не слышат ничего, я скажу, нашла я. Узнали Великобритания. Директор Кэскинского института, Сергей Азенов, договаривался со Станкина в Москве и прилетает сюда. Проверите, действительно ли такие лагеря существуют? И говорят один такой. Не то, что подвескивается вот так, об этом речи нет. И она здесь находится. И потом, она слышала только долго. И потом напишут, надо открыть огромные статьи, потому что ей по лагерям рассказали, что она приобрела мою книгу. Это прекрасно, хорошо, неверно. Она не видела, как в течение месяца ребенок полностью меняется. Ну что, зомбируют или как, молитву, свобода. Играют, бегают, рыбачат, плавают, грибы собирают, ягоды. У нас тут лошади каждого воскресенья на лодках, на лошадях. Все даже у нее где. Дети сами стряпают. Русская печь. Он видит плоды своего труда. Но нет этого выделения. Каждый спрашивает, где в уши. Печerin. Моя. Эти. Печerin. Моя. У. Нет, это рыбачат. Он видит, грибы. Альтеза. ВOT. Воскресенье. Нет. Ангелик, знаете, Тихо, скажите, как ваш магнит правильно называют, что это за учреждение? Детский, православный, православный, трудовой, трудовой, так он зарегистрирован. В честь священного мученика, епископа, Климента, Климента. Дальше запишите печатными буквами, а то дома не прочитайте. Анкирского, город Анкиры в Малой Азии. В скобочках напишите, казнен был в 312 году. Я это не могу писать. Это его в заголовок входит, название. Хорошо, в скобочках казнен. В скобках, 312 год. Просто 312. Ну, 312. А впереди маленький крестик, это означает убили его когда. Все, тиховышку закрыть, крестик поставить, все, чтобы знали. Оно в лагере, в документах так есть. И адрес мы вот этот писали. Адрес поселок Потеряевка. Ну, вот то, что мы писали. Ну, да, как-то писали, мамуского района. Так, по адресу, да? Да. Поселок Потеряевка. А, адресу, да, я тут расскажение сейчас пишу. Это 45-й год в лагере. Мы были единственные на весь Советский Союз, православный лагерь. Ну, какой же. Все правильно? Расстояние 100 метров, всегда готовление? Нет, неправильно. Минимум 300 метров. Вот она улица. Шофер скажет, что не 100 метров. Это деревня не 100 метров. По столбам. Это 300 метров. По адресу, на расстоянии, на расстоянии. Ну, там кто не видел, он может по карте в него и так получается. Мы шоу. 100 метров. 100 метров в северо-западном направлении. Северо-западном направлении. Вода заедает. Ой, ой. Все, да, где дома, как дома стоят. Дорога проходит, вот в лагере, здесь в Круль, где там. Я когда здесь ешь ученью делаю, рыбу щищаю. Девочка маленькая стоит, от меня отмахивает. Серые волки, называемых паутом. Он как жеваркин, как долотом проходит. Я в одной квартире жил, у нас маленькая была маршала с матерью. С соседями пришла, к извини, ее пригласили, маршала садил два раза. А я решил, третий раз пригласить, сяду. А мне пригласили, я пошла заплатываться, как вам было. Я вас раз пять больше приглашал. Вы же, ну, русские люди. Я не могу на вас смотреть, как на врагов или того. Ну, русские, так. Хотелось последовать, чтобы эти пироги пекли, еще только не было. Два раза не приглашают. А что, будешь что приглашать? Все, кто-то приглашает. У него повез нас один, там, американец, на русской жанре. Вы хотите, похоже? Да-да, конечно, хотите. Поближе, что слышно было. Я говорю, мне так научили, потому что говорят, американцы два раза не приглашают. А у нас там есть несколько раз. Андрюша, подожди, мне надо косточка ложить. Он не будет их есть. А ты в чем возникли с нас? Ну, поехали. Скажи, что молоком не мочили. Возди, назад. Что он будет есть? Возди. А скажи, что молоком полили. Его не обманешь, он умный пес. Попроси, чтобы молоком покрапили. Нету, нету молока. Молока нету? Нету, нету. Рыбой потерли, там рыба есть. Рыбой потерли. Поближе, чтобы слышно было. Купальня устроена, купальня сделана в доме, выложена из брювен. Вода чистая, чистая. Ну и пустились вперед, сестер, две девицы, псаломчисты и учитель. Вода холодная. Потом мы стали с сатуром сать. Телефон! Меня? Я даже не слышу. Дети рядом. Они кричат с двухворым. Телефон! Говорите. Добрый день. Я так и думал. Так, подождите. Вы ехали из Барнаула? Вы проехали по ново? Уже переехали железнодорогу? И надо, чтобы когда вы переедете, чтобы вдоль дороги повернуть, влево. Прям вдоль железной дороги, чтобы дорога была слева. Увидите развалины. От развалины 4 километра. Тут дорога одна. Вернуйся назад к линии. От железной дороги. По эту сторону вы едете правильно. Только вдоль линии надо ехать. Надпись не сделали. Дальше, дальше. Зачем же вы далеко? Я же говорил. Там же написано. К железной дороге. Вы где проехали? В какую сторону проехали? Под стеклом проехали? Ну понятно. 73 километра свернули? У нас время есть. У нас время есть. У нас время есть. Подождите. У нас есть. У нас есть. Право поворачивайте, чтобы железная дорога от вас была с левой стороны. Я не знаю. У меня есть. Ну да. И как появится развалина, от развалина остается только 4 километра. Даже меньше. Тут роща, роща будет. Прямо-прямо лежайте, и дорога повернется. Прямо потеряется. Вы сворачивайте никуда. Возле лесополосы направо скажи. Давайте, давайте. С Горного Алтая еще едут. Говорил, дал всем маршрутку. Понадеялось. Отец Павел когда застрял тут. А вы кто по должности здесь? Да. Вы кто здесь? Я по должности там? Да. Ну, если по вашим, никто. Меркам. Я и напрашиваюсь. А по вашим? Вы руководите в странах. По нашим мерам я староста сверховолной общины Барнауле. Староста. Староста. Здесь я создатель и начальник детского православного лагеря. Начальник детского православного лагеря. 44 года. Почетный житель поселка потеряется. 44 года. В общем собрали. Чтобы не подумали, что я заискиваю перед ним. Потому что я знаю, что это наши пауты. От них надо отбиваться. Потеряются. Да кто пишет? Я сижу пишу. Нет конец. Интересно. Наработаем на фруду. Этот Виталий работает. У него паута 2-3. А у меня штук 30. А почему? Потому что он медленно. У него кровь такая и два лягушащие. А я быстро работаю. И они у меня кровь-то бурлит. Он не чувствует запах. Заедают прямо. С табуном вокруг меня. Пришел домой разулся. Он из сапога один вылетел. Надо поймать будет. Скажите еще раз пожалуйста. Вы кто? Вы гражданин или кто вы здесь? Гражданин Российской Федерации. Определенно. Хорошо. Вы здесь в лагере. Какой должность занимаетесь? Начальник. Создатель и начальник детского православного трудового лагеря Становщиц Климента Анкирского. Я на этой должности 45-й год. Меня очень трудно сдвинуть. Я врос здесь уже. Гражданин. Так. Гражданин. Еще раз продиктуйте правильно. Гражданин и в лагере. Гражданин Российской Федерации. Российской Федерации. Дальше. Ну и что дальше? Ну вы кто? Нет. В лагере вы как вы сказали? Создатель. Создатель. И начальник. Бессменный. И начальник бессменный. 45-й год. Нет. Подождите. И начальник чего вы говорите? Детского православного лагеря. Остальное все по вышестоящему. В скобках именно. Понятно. Вот. 45-й год здесь я. Православного лагеря и название полностью пишут. Да. Полное название. Напишите. 45-й год. Это очень важная единица. Таких начальников у нас в стране пока никого нет. Как я знаю. Да. Чтобы создал и... Все равно сметут. У меня завистников нету. Я работаю на самом низу социальной пирамиды. Я в грубах не просыхаю. Пилю лес, копаю ямы. То есть пруды восстанавливаем. Это очень трудное занятие. Дороги делать для строителей. А тут у меня воспитатели, музыка тут работает. Я в любую минуту могу сказать, чем они занимаются. Начальник училища приезжает. Он в полковника говорит, что у меня такое доступе на полете. Кидаются хлебом. У меня за целое лето ни одна крошка не пропадет. Чашку обвязать должен и показать. Дежурный напротив каждого стола махнул, опрокинул. Учится хранить, ценить, как достается. Вот было ночью я разбужу детей. Договоримся сегодня пораньше. Ночью встанем, послушаем, как кричат советы, как мать кормят, как хлеб колышется. Телевизионная, как называют? Труба. В нее посмотрят. Нет, наверное. Нет, нет, нет. Телескоп привезли. Еще у нас телескоп есть. Ну вот представьте, приезжает психолог, профессор и живет здесь. Приезжает еще начальство. Сам директор Кестовского института. Один вопрос. В чем секрет лагеря? Что в течение месяца наркоман, ребенок забывает, что он это делал. Он только гвоздал сестренку. Тут родители обнимают, родители наш сын или не наш. Один месяц. Молитва. Патриарх Алексей II говорил, отучили молиться, отучили и трудиться. Вот отсюда все идет. И они выводят. После этого пишут документ и пишут. Движущая сила лагеря, тире, с большой буквой, любовь. Ребенок знает, что они покинут. Вот ребенка привезем, заблокированный. Не разговаривает. Почему? Отец убил мать на его глазах. И у нас он разблокировался уже на втором месяце. Он начал пить, есть как следует, а то сядет и как будто у него рук нету. И петь начало, и играет с ребятами и все. И сняли фильм. Называется «Златоус из потеряевка». Это мое прозвище. И он фильм государственный, занял первое место в России. Снимает фильм «Предчувствие». Он занял первое место на международном киноконкурсе. А тут прокуратура против нас. Да куда ж это годится? Мы представляем честь Родины нашей. Вот мы проехали от Тихого до Атлантического океана. В королевских библиотеках мои книги. Перед нашей «Газелью» на колени становились в Австрии. А это Россия, Путин, «Газель». Россия, Путин, «Газель». Да где такое сочетание слов найдешь? Фотографировали. Бесплатные переводчики. Мы проехали с миссией мира. Мы православные. А в Англии собрались баптисты и дети. И молятся «Господи, благослови Игнатия». Его миссионерскую поездку. Дети, баптисты. И крестятся. Это вообще весь невиданное. Почему Бог всех располагает? У нас никто не может усадить. Мы делаем это время добра. Вот приехали в Баку. А там она жена Мулы. Мы в доме Мулы ночевали. Ну и священник как бы где-то. Это высокообразованные люди. Она из четырех языка, говорит, он на шести. Пошел я в мечеть. А там надо разуваться. Разуваться. А у меня носки порванные. Я тогда снял босиком. Зашел, а у них перерыв. Я не вдоль стен сидят. Маджахеды. Как они на меня взглянули. Надо видеть было, одарили. Я зашел посереди мечеть. Встал. И стал молиться и кланяться. Говорят, нельзя у них можно. Когда я с молитвой встал, они меня кругом уже окружили. Начали говорить. Мы расстались, все улыбались. И меня сразу же жена Мулы повела в православный храм. Идет, видит. Молодежь сидит на аппарате. Отец Игнатий. Расскажите им о Христе. Это чего-то стоит? У меня восемнадцатый том. Я разбираю Коран. Пасура Майяя. В сравнении с Библией. Этих материалов вообще не было в мире. Вот это все вы найдете. Книги стоят на сайте. Это не мое. Это Бог дал. У меня нет никакого образования духовного. Вообще никакого. Я просто всю жизнь молюсь и учусь. Молитва это главный стержень. Молитвы нет, но дальше. Вот на этом месте я говорю как. Я бы сейчас начальника убедил. Начальник, мы зря ехали что ли. Ну нельзя, не подписал там. Ну разреши зайдем, все посмотрим. Говорят такое. Столько слышали. Интернет переполнен. Только на моем ютубе он недавно. Два миллиона девятьсот тысяч посещений этих просмотров. Ну это же единица цифра. Так это не все. Еще контакты. Вот у меня день рождения десятого. Больше тысячи поздравлений только пришло. Ну представляете что это. Это значит людям нравится. Они понимают. Мы желаем добра всем. Ну наипаче конечно своим домашним. А домашние это наши русские люди. Вот увидели бы как костер там где сделаны. Как яма. Как кругами сидеть. Как подиум называется греческий. Как выступает. Это все надо делать. Даже вот эта куча какая была. И как мы ее ровняли. От крапивы убирали. Ветерок дует. Дети полулежа как евреи лежат. Палатки расстеленные. Пахучей травой я знаю. Знаешь что она тут. Экзотика. А это из Барнавула привезли. Умывальник. Это не просто так. Я скажу что нас гнула остановить эпидемстанцию. И во всем пользу мы нашли. Они нас добили. Проще. А еще не получилось. Решение за решением. Закрыть. И лагерь не был закрыт. Не был. А потом начался этот разгром. О котором я говорил. А это уже дело Божье. Мы только молились. Мне в краевой прокуратуре сказали. Говорит. Там канал. Вот так только разговаривать. Руки держать. Кулаки держать в кармане. Такие наглые. И они на нас вкинулись. И в полный разгром получили. В полный. По телевидению. Опровержение. Заплатили деньги. Говорили еще с ними не сделать. Можно. Потому что у них главная ставка в Москве. А зарегистрировать в Горном Алтае. Нашли. Я говорю. Ну попробовать можно. Да нет. Говорит Игнатьевич. Ничего не получится. До того. Хитро сделали. Всех в суд вытащил. Господь. Добрый. Все. Заплатили. Все как положено. Они платить не будем. Я прокурору Москвы. Морез всего имущества. И кончилось дело. Сразу заплатили. Штраф три раза больше чем назначили мне. Да нельзя. Молитва. Я молюсь. И Господь врагов примиряет. Я когда вернулся никто не верил что я вернусь. КГБ приехал сразу. Так он живой вернулся. Жена говорит живой. Почему? Песарь. Вышло по велению от Горбачева. 320. Нет. Кажется 30 было. Полиц заключенных. И всех освободили нас. Помилование было. А реабилитация только потом пришла. Это все интересно. Это наша биография. Я суд вел. За изъятное. Одиннадцать лет и выиграл его. И два дома в Барнауле мне принадлежат. Небольшую я конечно. Но центр города. Там ездим алицы. Это моя биография. Ее нельзя составить искусственно. Как Солженицына. Надо жить интересно. Красиво. И такое не христианское слово я называю. Азартно. Потом можно было запустить и все. А посмотрим что дальше будет. Меня уже интересует это. А что будет? Молиться будем. Их сердца расположатся. Они скажут. Ну мы поняли не так. Приедем. Разговоров нет. Милые да хорошие люди. Главное зла не имей. Я не говорю что от чистого сердца. Кто его знает. Какое мое сердце. Один Бог знает. Но я искренне приглашал покормить. Искренне приглашал посмотреть все что у нас есть. Мы приготовили. Даже смотрят большой экран. Кинофильмы где-то. Я его уже раскрыл вчера вечером. Чтобы сразу зайти. Вам похвалиться то. В бане там где. Уже все подготовил. Как затопить. Вам показать. Какая баня у нас. Как ласточки в предбаннике. Здесь дети сидят. А прям вот так вот. На каком расстоянии. Уже вывели ластащата. Мы сидим вокруг ласточки. Это экзотика. А в Японии говорят. Нужно смотреть когда человек ест. Перед глазами вот это вот. Шевелины с листьями. Это на здоровье. На психику влияет. А мы сидим у нас. Березы качают. Мы куда не посмотрим. Все интересно. Вы можете даже написать. Что я хороший. Отгонял опас комаров. Это бобер. Сватался. Взял фрутик. И написал. Выходи за меня бобриха замуж. Я хороший. Фрутиком по воде. А она долго не выходит за него замуж. Он говорит. Наверное думает. Я плохой. Снова написал. Выходи за меня. Я хороший. А ему ворона говорит. Да у нее уже ребятишки. Второй год. А ты сидишь. Сделай из трищи вывод. А мы вместе осиновые пельки грызли всю зиму. Что вы приехали. Это перед Богом. Вы поедете. Мы будем молиться. Чтобы Бог вас сохранил. А молитва вас достигнет. Вы будете дома. С мужьями разговаривать. И скажут. Мы где были. И не были. В этом своя изюминка. Был один корреспондент из Барнаула. Он пишет статью. Надо же так написать это. Как я был здесь. Там какой воздух. Когда я приехал домой. Лег спать. Я старался. Все грудью не дышать. Чтобы. Воздух. Которым я дышал. Потерять. Чтобы не выдохнуть. Это журналист. Олег. Логинов. Золотое перо. Называет это. Балтайская правда. Это написать. Мальчик. Мальчик. Девочка. Мальчик. 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 Украина. Украина. Грузия. Рассорили всех. Сейчас от тех уже никого нет. Издалека. Да и дороже. Билеты. Даже от Москвы доехать. А тот, у кого деньги есть, он его в Артеке отправит. Вот митрополит приезжал, Алтайский Сергий, у нас тут служил третий раз уже, со священниками, с хористами, с семинаристами. Когда мы в 91-м году начинали строить, то это было где-то в июле месяце, приехал первый секретарь райкома партии, был Купаев Александр Алексеевич. И вот он говорит, не стройтесь, мы вам в любой деревне квартиры найдем, только там, мы приехали в Родину, поздравить, ну мы вам помочь ничем не можем, а мы ушли туда на пруд, я уже привел, я говорю, можете помочь, давайте договоримся, что вы нам поможете, ну как, я говорю, дайте слово, что вы не будете мешать, вот это я вам обещаю. Это нам от вас нужно, больше ничего не надо, только не мешайте, остальные мероприятия. Ну и вот и прошло лет, наверное, 10 уже, когда уже на все построили, мы уже трамп, школу уже, построили все, а он был в то время заместителем губернатора по сельскому хозяйству, по сельскому хозяйству. Мы пошли, опять я его привел на это место и благодарю Александру Алексеевичу, по сельскому хозяйству, что вы так там сильно поможете, как, ну, мы помешали ни разу. Это была большая, что не мешали, помощи никакой, за все время, ничего, у нас единственное, что мы от государства, это наши учителя, которые получают за классы. У нас они как филиал Коршунской средней школы, учителя состоят в стадии Коршунской средней школы, приучители до 9 классов. Должностными лицами называются, у нас как гостей пускают. Сегодня сейчас по новостям слышал, где-то, не помню. Сделали над рекой, горной рекой, сделали тарзанку дети там, ну и веревку лесу оборвалась, и ребенок, вот уже ищут, наверное, третий или четвертый день ищут ребенка, там, 300 человек, там, МЧС, там, все, и вот, ну, унесло, и есть, все, не было. Это там тоже лагерь был, вот они, ну, там, кого-то, руководителя арестовали. Пойдемте в машину писать. Вот, смотрите, маленько, пока... За секунду, сейчас мы напишем. Вы смотрите, пожалуйста, мои натероскарты. Вы посмотрите, пожалуйста, мои натероскарты. И которая выполняет. Хорошо? Да, во смотрите, одна разверка, могу даже подождать. Не надо. Мы сейчас это запишем и потом в качестве... Вы ничего не забыли, только как в ваших скрепках? Нет, это ваша новаточка. Паручка, это шляпка. Моя, моя, моя. Ой, Саша, ну, давай, давай. Ладно, утащите. Ну, все, ушли. Но дождик, именно. Там гремит даже где-то, вдалеке. В Ростове-на-Дону прошел ураган. Дождь. Затопило, говорит, много зданий по первый этаж. Первый этаж. Вот там. И девочка погибла 14 лет. Да, погибла девчонка 14 лет. Ее потоком занесло под машину. Где-то. И парнишка. Провод оборвался и током убило. А у нас еще этого нет. И вот они там, это... И там прокуратура должна работать. Вот там 10, там 14. А это 44 года. И ни одного повреждения все время лезут и лезут. Я не могу поверить, чтобы это... Ну, не без боли сатаны. А Господь допускает, чтобы нас сделать еще крепше. Мы же знаем, что прокуратура нужна. Следствие нужно. Но работаете там, где беда. А когда еще за человеком нет, то день и ночь можешь копать. Убить можно из-за угла. Но обвинить как-то обвинишь. Я реабилитирован. Дома ничего не чистится. Вы когда, говорит, домой-то бываете? После крещения. Ага. День крещения папа за нами приедет. Хорошо. Ты знакомься мужчиной с Канадой, который пришел к знакомому. А то он в воскресенье уезжает. Королев Константин. Это Фаина была Королева. Облака какие красивые. Так, мы тебе эти слеги-то заготовили и вытащили. Да, сегодня не мой. Сегодня я плохо себя. Я говорю, что ты можешь выехать не волоком, а у него телега. Она обойдет мне. Ну, посмотрим. В понедельник уже сейчас. Да. Вынесли с этой стороны уже ошкурено все. Надо так, чтобы забить досками. А то так еще утянут. Ну, наверное, все, Володя. То тебе не хватит. Выключи. Угу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.